Приветствую всех, вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова и в этом выпуске я очень стараюсь, нет, правда, стараюсь не негативить, но вот эта картина называется «Последний закат». Именно ее поставили на обложку многие кыргызстанцы в социальных сетях, потому что сегодня парламент Кыргызстана в третьем чтении принял законопроект об изменении, простите, изменении государственного флага нашей страны. 59 депутатов проголосовали «за» и даже без особого обсуждения. А чего обсуждать, если хан, простите, что-то со мной сегодня, президент, конечно же, президент попросил поддержать, депутаты и поддержали, всего пять нашлись со своим другим мнением. Референдум? Зачем все эти ваши демократические штучки, если Курултай поддержала? Курултай – это у нас типа как мнение всего народа. 700 делегатов было в этом году. Круто? В голове весь день на репите припев этой песни. Почему-то. Даже не знаю, почему. Ведь теперь-то заживем, будем ходить по прямой, с прямыми мыслями и прямыми извилинами. Кривая роста теперь тоже будет не кривая, а прямая. И дороги прямые, и все прямое. Даже усы Шакиева. А стоп, они у него и так прямые, вроде. Ну вот поэтому такой умный. Но просто легендарный. Что тут еще можно сказать? Какие времена такие легенды? Если кому-то хочется войти в историю вот таким вот образом, ну что ж. Это мы тут все гадали. А чего же отвлекают наши внимания? С чего вдруг взялись менять флаг? А оказалось, что вот это тот случай, когда думаешь о ком-то слишком хорошо. Ну, в плане их умственных способностей. А Ларчик просто открывался. Да, у чиновников повысили зарплату, у государства служащих повысили зарплату. И мы ее почувствовали, ну, первые три месяца. Потом не хватает этого. Настроение упало. Сейчас думаем, подняли бы еще. Ну так же? Да. Да, да, подняли бы еще. Учителя им в прошлом году, школьные учителя им подняли, резко причем так подняли, они бедны, так уж настолько обрадовались, уже думали, в Турции что ли слетали? В сентябре приходят, зарплата упала. Сегодня средний упал тоже. Так что, вот, но это все равно в учебниках истории не напишешь. А вот ты флаг поменял, и можешь к этому флагу привязать все другие события, допустим, что благодаря изменить флагу мы получили ВВП 1 триллион, это уже заполнится, понимаете? Уж и дизайнеры высказывались и все, кому дорог наш флаг в том виде, в каком мы знаем его всю свою жизнь. Флаг родной стороны казался мне всегда чем-то незыблемым, чем-то, что будет всегда таким, как я его знаю и люблю. Тем более, что есть и закон об охране государственных символов, но произошло то, что произошло. Депутату Джугар Кукинеша приняли в третьем чтении законопроект об изменении флага Кыргызской республики. Почти без обсуждения. Все это дело сегодня заняло от силы минут 10. Возвать к коллегам попытался Нурджагид Кадырбеков. Сказал, что да, президент так-то, конечно, выразил свою позицию. Делегаты Курултая не голосовали, но аплодировали. Кивали, что тебе балованчики. И у каждого человека появился свой флаг, сказал Кадырбеков. У кого-то богатство, у кого-то власть, у кого-то карьера. Флаг, сказал Кадырбеков, это то, что должно объединять. Но теперь из-за него идут разногласия. У японцев есть слова. Цветок должен быть как сакура, человек должен быть как самурай. Символ самураев – цветок, но они не меняют, говоря, что станут такими же нежными. Флаг самой сильной страны мира похож на матрац, но они же не меняют. Символ одной из самых сильных партий в мире демократической партии США – осел. Рузвельт, Кеннеди, Клинтон, Обама – выходцы этой партии. Поэтому не нужно быть суеверными, надо оставить как есть. Этот флаг принял легендарный парламент, в составе которого были Толегон Касымбеков, Болот Шамшиев, Толемюш-Океев, Масалиев, Шеремкулов. Мы уважаем мнение президента, уважаем мнение делегатов Курултая, но я прошу оставить флаг как есть в знак уважения наших выдающихся личностей. На что спикер Шакиев сказал, что это не изменение, это исправление. Сказала бы я, кого тут нужно исправить. И нет результата, сказал Шакиев, от того, что вы все время говорите про легендарный парламент. А вот этот парламент и сам Шакиев станут легендарными. Это когда неважно, какое цену, лишь бы хоть как-нибудь, да? Достан Бекешев в своем канале поделился списком тех, кто поддержал президента. Но не только его главу ГКНБ, Камчабек Аташиева, тоже ведь действующий флаг не устраивал. В числе тех, кто проголосовал сегодня за Балбак Тулабаев. Ну, кто бы сомневался. Да уж, снова продемонстрировал чудеса Акробатики. Тоже теперь легендарный. Ну, как Шакиев и Ко. Против проголосовали депутаты Нурджикит Кадыр-Рыбеков, Мидер Алиев, Мирлан Самый Каджо, Сиит Атамбаев и Достан Бекешев. Закон вступит в силу, когда президент подпишет и закон опубликуется в газете Эркинто. И вот с этого дня, как мне сказали, уже в наших посольствах поменяется государственный флаг. Я так понимаю, что он уже отшивается в цехах. Видимо, какой-то цех уже печатает эти флаги. И, возможно, уже в новом году вы увидите на флагштоке совершенно новый, ну не совершенно, но на 15% обновленный флаг. Флаг обсуждает везде и всюду, в саунах, в спортзалах, в маршрутках, машинах, автобусах, на кухне, даже на кухне, вот представляете, а? Вот надо что-то с этим делать, граждане смеют обсуждать еще на кухне. Уже депутаты даже не смеют. Ну, на самом деле, а что вы хотели, поскольку у нас абсолютно демократии уже никакой нет. Хотя в Конституции написано, конечно, мы демократическое государство, но я думаю, в Северной Корее тоже написано, что не демократическое государство. Когда шутки про Северную Корею вдруг перестали быть шутками. Ранее государственный секретарь Кыргызстана Суинбек Космомбетов выражал надежду, что парламент учтет мнение народа. Ну, вот это как называется? Чье мнение учли? Ты что, плачешь? Да. Из-за чего? Что в доме, дядя? Ну, в нашем сердце останется только вот этот флаг, да, дочь? А покажи, какой в нашем сердце останется флаг. И мы не признаем с тобой, да, дочь? Да. Мы сейчас плачем, но мы не признаем наш флаг, вот этот флаг. Ну что, друзья, вот и показали наши депутаты, кто они есть на самом деле. Шестерки власти, а не слуги народа. Я не признаю новый флаг, для меня нашим флагом всегда будет тот, который был с нами на протяжении всех 30 лет нашей независимости. Пройдет время, и мы обязательно вернем наш флаг на свое законное место. Страшно, когда один человек решает за всех. Очень хочется спросить, а что ты сделал за эти 30 лет, чтобы процветала твоя страна? Носил дорогие шмотки? Купил себе самолет? Строишь себе дворец? Ну, это же все для тебя одного. А что для страны? Флаг поменял. Говорят, если положить в карман рисунок с новым флагом, доходы будут расти. А еще, если надеть белье с рисунком нового флага, тоже будет рост. Пробовали? Очень больно, если честно. Точно такой же, но немного другой. Кыргызстан меняет дизайн государственного флага. Парламент Киргизии в первом чтении принял закон об изменении дизайна флага. Можно было бы подумать, что они меняют свой флаг, потому что он похож на логотип Ксерокса, хотя это Ксерокс сделал логотип после флага Киргизии. Но на самом деле нет. Там они почему-то решили, что лучи у солнца недостаточно хорошие, что это похоже на подсолнух, и хотят эти лучи спрямить. Хотя это очень большая ошибка, потому что сейчас лучи на флаге Киргизии красивые, а получается какой-то говно с треугольничками. А вот так теперь говорить будет нельзя. Ну, после того, как президент подпишет, а РКНТО опубликует. Нельзя будет говорить, что кто-то выгуливает свои фетиши на БДС и мошенник. Нельзя будет говорить, что новый флаг похож на колючку-репейник или отражает реалии современного Кыргызстана, в котором за последние три года от демократии осталось одно название. Нельзя будет говорить, что прямые лучи это как отражение полосок на арестантской робе, потому что все это может расцениваться как нарушение закона Кыргызской республики о государственных символах. И не спрашивайте, почему действие этого закона вдруг не распространяется на тех, кто называет пока еще действующий флаг похожим на... Ой, не могу, честное слово, даже повторять все это не хочу. Закон Кыргызской республики о государственных символах. Статья 2. Граждане Кыргызской республики, а также лица, находящиеся на территории Кыргызской республики, обязаны чтить государственные символы Кыргызской республики. Лица, виновные в надругательстве над государственным флагом Кыргызской республики, государственным гербом Кыргызской республики и государственным гимном Кыргызской республики, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской республики. Глубокое уважение к государственным символам Кыргызской республики – патриотический долг каждого гражданина Кыргызской республики. Теперь, после того, как закон будет принят, возникает резонный вопрос, что делать с документами. Ну, на замену флагов, дип-миссиях и прочих важных местах деньги найдут. Садыр Джапаров пообещал, что из бюджета на это дело не потратят ни тыина. Спонсоры есть. Ну и он сам там вложится сколько сможет. А что касается всех остальных, у кого спонсоров нет, то в законопроекте говорится, что документы, где изображен нынешний флаг, будут действительны до окончания их срока действия. В случае отсутствия срока действия, все виды документов с изображением флага образца 1992 года действуют до принятия соответствующим госорганам решения об их замене. Номерные знаки авто, а также свидетельства о регистрации транспортного средства с изображением флага образца 1992 года действуют до принятия соответствующим уполномоченным органам решения об их замене. Вот так интересно. Садыр Джапаров говорит, что спонсоры на замену флага найдутся. И в то же время возмущается тем, что якобы НПО не отчитываются о поступлении средств, сколько, откуда и на какие цели. Хотя как раз таки НПО отчитываются и сдают несколько форм отчетов в отличие от. Отвечая на вопрос о причинах проведения закрытых судебных заседаний по Кемперабадскому делу, Садыр Джапаров сказал, цитирую, «Есть лидер, который это организовал. Он получал деньги от посла одной страны. Если мы открыто скажем об этом, вы все возненавидите эту страну. Из-за разногласий и ненависти между нами могут разрушиться наши отношения. И поэтому, как мне сказали, проводится за закрытыми дверями». Конец цитаты. Ну, раз уж он так сказал, то обвиняемые по Кемперабадскому делу обратились во все дип-миссии с просьбой провести расследование и открыть, кто же это такой был. Ну и сегодня на суде, проходящий по этому делу, оппозиционный политик Рамшан Джейнбеков тоже про это сказал. «Господин Садыр выступил с заявлением о том, что посол дал нам деньги. Я не знаю, какого посола он упомянул. Никто, кроме посольства Узбекистана, не был заинтересован в Кемперабаде. Если какой-то посол собирается давать, то все должно быть проверено, начиная с посольства Узбекистана. И он, посол, должен приехать к иргызскому народу, чтобы полностью доказать нашу причастность». Тем временем Садыр Джапаров поздравил сотрудников ГКНБ с их профессиональным праздником – профессион дефуа. Отметил их успехи, отважность и заявил, что руководство страны и дальше будет улучшать техническо-социальное и материальное обеспечение деятельности ГКНБ. Ну, чтобы хорошо работали. А то у нас есть же еще наверняка населенные пункты, где без нового здания ГКНБ ну никак. Без чистой воды еще как-то вот можно прожить, а без ГКНБ нет никак. Потому что чистая вода начинается с чистой совести и с прямых лучей на флаге. Ваши активные и профессиональные действия обеспечивают стабильную работу важных государственных и общественных институтов страны, создают благоприятные условия для созидательного труда нашего народа. Сегодня органы национальной безопасности страны ведут беспощадную борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Жители республики должны увидеть эффективность этой борьбы и оказывать всяческое содействие. Минфин уже видит. В пресс-службе ведомства сообщили, что за три года на депозитные счета госорганов и счета Минфина поступило 15 миллиардов 500 миллионов сомов в виде, цитирую, добровольного или принудительного возмещения ущерба государству. Так, в 2020 году на депозитные счета поступило 2 миллиарда 700 миллионов сомов. В 2021 на счета Минфина перечислили 1 миллиард 900 миллионов сомов. В 2022 уже 4 миллиарда 100 миллионов. И в 2023 году поступило еще 6 миллиардов 700 миллионов сомов. В итоге бюджет Кыргызстана пополнился на 15 миллиардов 500 миллионов сомов. Ну и налоговая политика показывает свои плоды. Принято две новые редакции налогового кодекса, приняты новые налоговые режимы. Государство отходит от патентной системы и выходит на стабильную систему учета. Экономика Кыргызстана стала обеляться, сказала голова Минэконома Данияр Амангельдиев. Ну вот первые свидетельства того, что новые лучи уже начинают действовать. На сегодня темп роста налоговых поступлений составляет 28%, рост торговли и сферы услуг 37%. Это говорит о том, что наша экономика начала обеляться. Вся торговля должна быть прозрачной. Это дает нам обеление экономики и ее предсказуемость. Ее можно будет планировать. Реформы были необходимы. Они должны быть продолжены, чтобы обеспечить устойчивость роста экономики. Ну и про другое. Наверное, про другое. Общественный фонд Бугайне просит помочь их подопечным, диким животным, которых спасли, в том числе от браконьеров, помочь пережить зиму. На своей странице в фейсбуке фонд рассказывает про всех своих подопечных. Так, медведица Ассалташ была спасена из частной резиденции, где содержалась в очень плохих условиях. Три года она прожила в темном сарае. Три года. И каждый выход на свет для нее сопровождался огромным стрессом. В связи с чем у медведицы развились небольшие неврологические проблемы. С этими проблемами мы справляемся тем, что отвлекаем ее, играем с ней. Для таких игр нам необходимы большие пластиковые предметы, такие как бочки, канистры. А также Ассалташ очень нравится играть с шарами для боулинга. Будем благодарны любой помощи. Вторая медведица Умка была рождена в неволе от пары медведей, которые были на содержании отнюдь не у последних лиц нашей страны. И Умка и Ассалташ – это теньшанские белокоготные медведи. Они занесены в Красную книгу Кыргызстана. Основная цель фонда Буго-Ине – это спасение и сохранение диких животных. Ну и позитив. Айсулу Танайбекова стала лучшей в мире среди женщин-борцов по версии Объединенного мира борьбы. Организация отмечает, что Танайбекова в 30 лет повернула время вспять в 2023 году и провела лучший 12-месячный отрезок своей карьеры. «Возродившаяся кыргызская звезда показала, насколько она мотивирована вернуться в отличную форму во время двух крупнейших соревнований – сезона Чемпионата мира и Азии. А я отмечу, что Айсулу говорила о флаге. С момента обретения независимости Кыргызстана признаю только один флаг. Такие усилия прилагаем и стараемся, чтобы он развивался. Я добиваюсь успеха под этим флагом». Конец цитаты. Вот так вот. На этом у меня, пожалуй, все. Всем добра и солнца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok